Добрый день, друзья! Меня зовут Алексей Колчин, и сегодня я расскажу вам, как сохранить елку, которую вы купили в контейнере на Новый год. Я 10 лет продавал елки на елочных базарах в Москве, и в конце видео я подскажу, что делать, чтобы у вас в квартире не было хвоинок после того, как вы выбрасываете елку срезанную. Ну, а если говорить о елках в контейнере, то первое правило – это никогда не заносите ее сразу же домой. Дело в том, что обычно мы покупаем елки под Новый год, и температура на улице может быть и минус 10, и минус 15, и минус 20 градусов, и это очень большой стресс для растений. Вот этот перепад температур от минус 15 до плюс 25 очень заставляет дерево страдать. Поэтому всегда, хотя бы на сутки, а лучше на двое-трое суток, если вы приносите ель или пихту, или какое-то другое растение с мороза, пусть постоит либо в предбаннике, либо на неотапливаемой лоджии. Второе правило – это понимайте, что ель в контейнере, правило, не выращено в нем, поэтому у нее есть ком, который просто поставлен в контейнер. Для того, чтобы растение лучше себя чувствовало, можно воспользоваться хвойным грунтом и засыпать недостающее пространство в контейнере вот этим грунтом. Так растение будет терять меньше влаги. Третий момент – это, собственно, влага. Несмотря на то, что растение хвойное просыпается довольно долго, его нужно поливать. И нужно поливать не только под корень, но и обязательно опрыскивайте его. Как правило, влажность в квартире 40-50%, а растению, особенно хвойному, нужно гораздо более высокая влажность. Следующий момент – это, собственно, температура. Максимально уберегайте ваше растение от повышенной температуры. Не ставьте рядом с батареей, рядом с обогревателями, и так растение будет чувствовать себя гораздо лучше. Ну и основное, что нужно понимать – если оно проснулось, то выносить на мороз уже категорически нельзя. 5, 7, 10 дней – вот такая елка спокойно простоит в обычной квартире и не проснется. Но если почки начнут просыпаться, лопаться, а может быть у кого-то даже появятся молодые приросты, то если вы вынесете это растение на мороз, скорее всего, оно погибнет. Для того, чтобы сохранить такое растение, уже проснувшееся до весны, до того, как можно будет высадить его в открытый грунт, можно добавлять удобрения для хвойных растений, также можно поливать это растение с какими-нибудь стимуляторами, но в очень-очень малых дозах. Еще один момент касается формировки растения. Очень часто растения выглядят немножко неравномерными. Вы берете обычный секатор и очень просто срезаете либо верхушку, либо боковые побеги у вашей елочки. При этом растение страдать не будет совершенно. У елок, у пихт огромное количество спящих почек, и эти почки весной дадут гораздо более обильные приросты. Ну, а что же делать тем людям, которые покупают срезанные елки, и потом всю весну, а может быть и лето, выковыривают иголки из ковра или откуда-то еще? Перед тем, как вы собираетесь нарядить вашу лесную красавицу, вы берете кусок лутросила или спонбонда, или другого нетканного материала, ставите ваше растение примерно по центру, и лишние части можно совершенно спокойно задекорировать ваше растение. После того, как вы отпраздновали новогодние праздники, ну, кто-то выбрасывает елки ближе к 8 марта, вы упаковываете ваше растение вот в такой вот импровизированный мешок, и совершенно спокойно несете выбрасывать. При этом никакие иголки у вас не высыпаются. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и с наступающим Новым Годом! При съемках этого ролика ни одна елка не пострадала. Субтитры создавал DimaTorzok